Итак, мы на турнире Рокенроллинг, с вами Алексей Беляев, и сейчас мы возьмем у первого попавшегося человека интервью. Здравствуйте! До свидания! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» на взрослом уровне. Мысль такая, но, конечно же, основной массив это дети. Но ты ориентируешься именно на подготовку спортсменов. Берешь ребенка и делаешь спортсмен. Не просто там культурно, физически развиваешь личность? Ну, у меня есть достаточное количество людей, которые... У меня есть люди, которые не выступают. У меня есть в команде люди, которые не выступают, особенно в младших возрастах, и по-взрослым есть люди, которые не хотят выступать. Но к ним предъявляются компетиторские требования тоже. То есть он должен работать. Если он хочет оставаться внутри команды, то какой-то минимум он должен делать. Ух ты! Сейчас прозвучала интересная фраза. Если он хочет оставаться внутри команды, то есть ты можешь выгнать человека, пошел вон ты несоответственно? Я? Я могу, да. Охренеть. Ну, просто, да, у меня есть достаточное количество требований, которые предъявляются к моим ученикам. Конечно, могу. Но это же минус аббик, Женя. Это... У меня аббики интересуют мало, честно говоря. Вот ты спрашивал все время, у тебя был классный вопрос. Он все время классный вопрос задает. Сколько стоит твою джиу-джитсу? Моя вообще не стоит. Ничего. Ты должен приходить и работать. Не имеет значения, сколько ты платишь, какие дела у тебя. У меня есть работа отдельная, поэтому об этом я не думаю. Я думаю о том, что если я занимаюсь этим, ко мне пришел человек, мы должны двигаться к каким-то высотам, пытаться. Пытаться, по крайней мере. Если у него не получится, ничего страшного. Он работал и таким образом, если ты говоришь о культуре, таким образом и прививается ему культура. Семен, вы из Нижнего приехали? Да, все верно. Горьковский парник? Получается так. Как много народу приехало сегодня из ваших? У меня команда приехала 16 человек. У нас 7 категории взрослые, without masters, преимущественно белый-синий пояса, но есть и эксперты. Вы представляете ICON? ICON International. Сегодня у ICON какие шансы забрать командное место? Я думаю, что шансы у нас хорошие, у нас прекрасный коллектив, у нас достаточно большое количество людей. Ну, дальше посмотрим, если у нас все получится, я думаю, что мы будем в призах. Главное, участие не пообидно. Едете ли вы на чемпионат Евразия торгуса? Да, мы поедем на чемпионат Евразии, у нас уже есть оплаченные регистрации. Сейчас мы посмотрим, как выступим здесь, еще какое-то количество от нас поедет людей. Но, наверное, я планирую, что плюс-минус в таком же составе мы поедем на Евразию. Что ты знаешь о денежных призах на чемпионате Евразия? Я знаю, что они есть, пока не смотрел даже об этом, не задумывался. Егор! Гард! Гард надо! Проходи! Гард! Пассивность! А вы с кем здесь? Проходи! Гард надо! Смог! Сегодня откровенно радует количество экспертных поясов. То есть, пурпурные, коричневые, черные. Вот коричневых много, это прямо заметно. Видно, что последний рок-н-роллинг сезона, и видно, что люди готовятся к Евразии. К чемпионату Евразии, который состоится в мае. И прямо любо-дорого посмотреть. С одного на другой ковер я бегаю глазами. А есть на что посмотреть, есть хорошая борьба, есть хорошие и интересные ребята, которых я лично вижу редко. Ай, ну прям неожиданно было тебя увидеть сегодня. Решил тряхнуть стариной? Решил тряхнуть стариной в мастерах. А почему в мастерах на этот раз? Не тренируюсь так интенсивно, чтобы бороться в адалтах. Поэтому мастера. Слишком много ребят. Я позвал человека семнадцатых учеников, и мне что-то стало немножко как бы стыдно. Они борются, и я такой, нет, думаю, надо тоже. Слушай, ну ты выглядишь на адалтах все равно. Спасибо. Ну так иди в адалт. Не чувствую, что вывожу. Я чувствую, что не вывезу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На чемпионат Евразии кто-то из твоих ребят поедет? Евразия, а на Москве вот проходите. нужно пойти бороться да нужно пойти бороться я сейчас решил что все мои ребята ребят ребят мы боремся на евразии все готовьтесь да готовьтесь со вперед я сказал буду делать убедительно мы check 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И сегодня у них первая, так сказать, практика на производстве Ну, понятное дело, что они быстро готовиться не будут Но начинать практиковаться нужно уже сейчас Потому что, ну, сами понимаете, сколько осталось Андрею Ну, посмотрите на его седую бороду Всего 40 лет он сможет судить, а у РГСА большие планы Я стою сейчас на фоне одной восьмой абсолютно весовой категории науги в дивизионе эксперты Что могу сказать? Поизмельчал нынче эксперт В принципе, в абсолютке экспертов мы нашли буквально пару-тройку знакомых имен Одно из них, собственно, чемпион сегодняшней суперсхватки Юрий Макридин Но так как он покинул нас в одной восьмой абсолютно весовой категории И мы даже не знаем, чего дальше ждать от абсолютки и стоит ли ее снимать Юра, считай, что ты нас кинул Юра, считай, что ты нас кинул Мог себе и руку туда, ногу продавился Да, 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 взял голову, не торопись Да, умница, умница, руки, руки оставь Ставь крючок с ноги Заправляй на удушку Правая рука под него Вниз, наоборот, вниз Отталкивайся от нее Легко, просто посуши Отталкивайся, отталкивайся от нее Все, молодец, можешь отсюда никуда не торопиться Офигенная история В финал белых поясов от Далтов вышли два подростка Ну, как минимум, они выглядят как подростки И серые пояса у них вполне себе подростковые Взрослые девочки, которые боролись в этой категории, остались позади Я считаю, уникальный момент Первый, откуда вы? С Чикмата С Люберец Сколько народу сегодня ты выступил? Ну, у нас по детям, наверное, выступало человек 20 Человек 20, 25 Вот И... Один... Один взрослый новичок И девчонки, которые... Девчонки решили по женщинам выступить Потому что не было соперниц У них набирали практику Да, вот я в первую очередь хочу тебя спросить про вот этих твоих двух девчонок Серые пояса Сколько им лет? 13 и 14 А они сказали по 16 Ну, они немножко себе постарше сделали Я понял Не страшно их было, а взрослые выпускали? Ну, мы с родителями обсудили этот вопрос То есть... А так как Джилл мягенькая, все-таки Это не самбо, это не дзюдо Не так страшно Даже в категорию выше их не страшно забрасывать Они в 63 боролись на кубке в Московской области по Невазе Вот обе выступали в 63 Потому что в их весах не было соперниц опять Ну, они очень миниатюрные Да, я смотрю, что за дети в категории? Маленькая, весит почти 52 килограмма 52 килограмма? 52 килограмма А сколько они сегодня схваток провели, поздравшись? Сейчас я скажу У них было... Три в кимоно И у Софии, которая вот без кимоно Сейчас выиграла первую и стала У нее еще три биски в... Шесть схваток они провели Ну, София еще первая в ГИС стала Да А вот они серые пояса Сколько они занимаются по времени дружеской? Второй год у нее получается Вот сейчас подходит И у одной, и у второй тоже Гордишься? Да Девочками получается даже гордишься почему-то больше Потому что у них работоспособность По крайней мере у меня именно в группах выше Обалдеть Ну окей, удачи Спасибо большое, спасибо большое Алексей, очень приятно Привет, как зовут тебя? София Нюхом чую, что ты точно не из Адалтов Да, я 2010 года рождения И ты выступала сегодня в Адалтах? Да А в своей категории... У меня сегодня никого не было Ну, тогда такой вопрос Страшно не было? Ты два золота взяла, насколько я понимаю, да? Не было страшно с большими тетками бороться? Ну, плюс-минус, немножко Ну, а в итоге сложнее со своими сверстницами или с теми, кто постарше? Кто постарше Сложнее? Да Почему? Ну, они тяжелее и опытнее Ну, а почему опытнее? Вот сколько ты занимаешься уже? Я третий год Вот, а понимаешь А, допустим, Адалту, чтобы получить, допустим, даже синий пояс Нужно прозаниматься там полтора-два года То есть ты с серым поясом опытнее всех? Наверное, да Хорошо, поздравляю Спасибо Аня Я сегодня видел тебя на ковре Ну, не знаю Такое ощущение, что ты отборолась сегодня схваток 10 Это женщин так много в категории? Схваток было 7 Женщин немного в категории, к сожалению Но я белый пояс Меня пригласили побороться опытная девочка-эксперт Я согласилась Почему бы нет? В эксперты боролась? Да То есть ты выступала сегодня в экспертах и в белых? Да, до 70 Скажи, есть такое ощущение, что женщин на турнирах не хватает? Да Приходите Тренироваться, бороться Девчонок, к сожалению, очень мало Особенно в моей весовой До 70 килограмм Девчонок до 62, до 55, там, 55, 58 В зависимости от турнира Всех много А вот в моей весовой очень мало Девочки, приходите Ты что трешься? Все твои отборолись Что ты еще здесь ждешь? Остался один вопрос Это очень командное место Ждем результат Сейчас посмотрим, через это выйдет Ну, а ты в интернете не можешь посмотреть? Я могу посмотреть в интернете Но я хочу, чтобы посмотрел не только я Увидимся на чемпионате Евразии Увидимся на Евразии Анастасия Алексеевна У меня и взрослых Как-то было прям Мне казалось, что было много Все готовятся к Евразии Это для них такой промежуточный старт Так что увидимся на Евразии Увидимся на Евразии Со мной хотелось выступить? Нет Они такие все спортивные Жуть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok